Чем дальше общество отделяется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит. Джордж О. Ройл. Территория России – это территория лжи. Много-много веков. У меня есть ролик про Куликовскую битву. Не было никакой Куликовской битвы. Все это ложь. Россияне не верят, что ленд-лист – это была помощь бесплатная для Советского Союза. Они не будут смотреть документы, они не будут слушать никого. Они скажут, что за все заплачено золото. Откуда золото, откуда цифры – непонятно. Но за все заплачено. А сейчас разберемся с еще одной лживой историей Второй мировой войны – Япония. Япония была враг Советскому Союзу, но не нападала, ведь правда? Давайте разберемся. И японцы под пиндосами, они все забыли. Это кричат россияне. На них ядерную бомбу, а они дружат с ужасной Америкой. Все-таки давайте разберемся. Понятно, что такие рассуждения распространяют российские госпропагандисты. Соловьевы всякие мудозвоны и прочая помойка. А люди? Люди безумно позволяют им дурить свои головы. Вот для того, чтобы не дурили головы, я попытаюсь объяснить события конца Второй мировой войны. Япония воевала на стороне гитлеровской Германии. Япония развязала войну с США, вступив в прямые открытые боевые действия США. А японцы прекрасно понимают, что проиграли в открытой войне, ими развязанной. А вот после окончания войны США вливали огромные деньги в страну восходящего солнца. С развитием бизнеса и экономики Япония долгое время оставалась второй экономикой мира после США. Вторая экономика – это ведь неплохо, да, для колонии. Какой смысл ненавидеть тех, кто после войны вам помогал восстанавливаться и позволил, а могли бы и не позволить, быть долгое-долгое время второй экономикой планеты, открыто конкурируя с самим США. Все, все японцы знают, кто сбросил бомбы. Если вы слышите чушь, что японцы забыли, кто сбросил атомные бомбы, то знайте, что перед вами ржевый пропагандист, пытающийся вводить вас в заблуждение. А что же японцы помнят еще? В начале 1941 года Япония заключила пакт о ненападении с СССР, как Советский Союз заключил пакт о ненападении с фашистской Германией. И если бы Германия первая не нарушила этот пакт, то Советский Союз точно бы нарушил. И вот этот пакт японская сторона соблюдала на протяжении всей войны. И поэтому открытого фронта с Японией у СССР не было на протяжении всего периода до 1945 года. Но сразу после бомбежки Хиросимы и Нагасаки 1945 года, 9 августа, когда Япония уже лежала в абсолютных руинах, а оставшиеся боевые образования потеряли всякое снабжение, Сталин объявляет войну с Японией. Войну с кем? С трупом? А простым языком это выглядело так. Ты в открытой драке делешься с соперником, с другим договариваешься на нейтралитет, драку проигрываешь. Но добивать тебя бежит тот, с кем ты договаривался на нейтралитет. Интересно? Да? Союз? А теперь Россия всегда обманут. Но на этом еще не все. Добивающий тебя, нейтральный в прошлом оппонент, еще и грабит тебя, пока ты лежишь в глубокой коме, вытаскивая из твоих карманов твое личное имущество. После объявления войны Японии Сталин забирает часть японских территорий и присоединяет к СССР. То есть убитого грабит, или почти убитого. А что же происходит сегодня, пока США инвестировали деньги в Японию, помогая стране стать хорошей страной? В России частенько проходили митинги русских националистов с требованием забрать еще и остров Хоккайдо. Русские националисты кричат «Хоккайдо – русский остров!» Японии это показывали. Ну что, подытожим. Открытая война с США, развязанная Японией. Проигрыш в ней. США восстанавливают Японию, вливают деньги и позволяют развиваться до статуса второй экономики мира. При этом гарантируя безопасность. А как ведет себя СССР? СССР нарушает пакт о ненападении, объявляет войну, добивает Японию, сразу же после ядерных бомбардировок, забирает часть японских территорий. Но после этого не успокаивается, еще и остров Хоккайдо нужен. И такова вся история России. Построена на лжи. Нигде, ни в одной стране мира, не наступило благоденствие. Не наступило ничего хорошего туда, куда свою ногу или нос засунула Россия. Россия – это та территория, которая не соблюдает ни одного договора. Огромная территория покрыта плесенью и ложью. И правят на ней паразиты, которые присосались к недрам, к людям. Делитесь этим видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем добрым людям всего хорошего. И добро обязательно победит.